От площади Амиядов в Дамаске до Красной в Москве. Аднан Азам, сирийский путешественник, отправился верхом на арабском скакуне в Москву. Араб в нелегком пути провел 8 месяцев, и вот он добрался до Дагестана. Наш корреспондент Камиль Девятов первым встретил сирийского наездника и увидел, какой подарок ждет президента России Владимира Путина. Дамаск, Багдад, Тегеран, Баку. И вот Дагестан, а дальше Москва. Долгий путь на скакуне и пешком. Душные дни и уже холодные ночи. И все это ради одного – увидеть Путина и отдать коня. Я решил преподнести самый ценный подарок от сирийского народа России и россиянам в лице Владимира Путина. Аднан Азам – арабский путешественник и писатель. Более 4000 километров он преодолел верхом на лошади, которую хочет подарить главе российского государства за помощь и поддержку сирийского народа. Я четыре дня в Дагестане. Вы очень добрые и гостеприимные. Мы с вами очень похожи. Сирийцев и дагестанцев я бы назвал одним народом. Президент России за последние 10 лет, он всегда говорил о том, что мусульмане и Россия должны сыграть огромную роль в укреплении позиций России на Бриденном Востоке. И считаю, что мусульмане и Россия должны быть мостом диалога культуры между арабо-мусульманским миром и постсоветским пространством. Путешествие еще не закончено, миссия не выполнена. Арабский путешественник пройдет в Дагестане еще 4 дня. И дальше продолжит свой путь. Конечная цель – Москва, Кремль. Если повезет Путин.